Ежедневно тысячи людей нашего города ездят на маршрутках. Кто-то на работу, кто-то на учебу, ну а кто-то по делам. А что мы знаем от тех, кто обеспечивает наш безопасный и комфортный проезд? Подробнее об этом в нашем новом проекте на телеканале ТНТ НЕГО. Сегодня об этом. Рассказывать о маршрутках мы решили на примере транспортной компании. Компания молодая, амбициозная и уже успел заявить о себе на рынке городских перевозок. Итак, поехали. Утро водителя маршрутного такси начинается задолго до того, как проснется город. Независимо от погодных условий, дождя или снега, рабочий день начинается в 6 утра. А ведь перед тем, как выйти на маршрут, ему необходимо пройти обязательную медицинскую проверку, а также убедиться в исправности своего автобуса. Вопросы медика, конечно же, в основном формальны. Валентине Николаевне, которая отдала медицине 37 лет, достаточно просто взглянуть на водителя, чтобы понять, есть ли проблемы со спиной или банальный насморк. После того, как сам водитель прошел проверку, наступает время проверки автобуса. Каждое утро все машины проходят через ОТК. Даже несмотря на то, что все автобусы новые, проверка обязательна. Безопасность прежде всего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда все необходимые процедуры завершены, лишь только после этого автобус выезжает на маршрут. Причем все четко и по расписанию. Это жителю может показаться, что маршрутки ездят хаотично, стараясь побыстрее добраться, нарушив все правила дорожного движения, чтобы побольше заработать. Мы не знаем, как работают другие перевозчики и есть ли у них хоть какое-то подобие графика, но в транспортной компании существует расписание, и все автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС, чтобы в любой момент, в зависимости от ситуации на дороге, обеспечить четкое движение транспорта. Все это делается для того, чтобы пассажирам не приходилось долгое время ждать автобусы на остановке с одной стороны, а с другой, чтобы автобусы не ездили пустые. Алло, добрый день, 98.86. В связи с аварией на Кирово увеличивается интервал на 2 минуты. Хорошо, спасибо. Транспортная компания работает на 21 и 22 маршрутах всего лишь второй месяц, но уже за этот небольшой срок удалось добиться многих успехов. В связи с тем, что все автобусы на линии – это новые пазики средней вместимости, все желающие могут выехать с Куковки в центр и обратно быстро и комфортно. Наверняка многие помнят, какой транспортный коллапс творился на Куковке несколько месяцев назад. Маленькие газели ездили абы как, и если вы вечером вдруг выбирали с семьей в театр, то добраться домой на Куковку после спектакля не было никакой возможности. Одиноко проезжавшие маленькие маршрутки были забиты до отказа и даже не притормаживали на остановке. Уже много слышали благодарности от пассажиров, от жителей Чапаева, от жителей Куковки, которые рассказывали, что раньше подъезжал автобус в дне средней вместимости, и, например, люди все не могли поместиться в этом транспортном средстве. На данный момент автобусы вывозят абсолютно всех, подходя в салоны большие, вместимость 50 с лишним человек в одном автобусе, ветераны благодаря, которые спокойно могут доехать и до Ленты, и в любой другой магазин, который находится по пути следования этих маршрутов. Ощущения, я бы сказала, неплохие. Почему? Потому что не надо нагибаться. У нас сегодня было заседание президиума Совета ветеранов города. И я говорю не только от своего имени, а от имени, вообще-то, пожилого населения города. Потому что им намного удобнее вот именно эти автобусы. Потому что удобно входить, не надо перегибаться, удобно садиться. Я наблюдала, как молодая мамочка садилась с ребенком с коляской. То есть они спокойно вошли. Это играет большую роль, потому что мы в городе, ну, сами знаете, троллейбус ходят редко. Но, слава богу, ходят. И еще цена. Вот, допустим, нашего маршрута осталось 15 рублей. Это дешевле, чем в троллейбусе. А это все-таки экономия в бюджете. Не такие дыры. И вот с апреля месяца этого года мы чувствуем как-то посвободнее себя в этих маршрутках. Конечно же, обычные горожане не могли не заметить этих изменений. Ведь всегда хорошо, что ты перестал опаздывать на работу. И едешь не свернувшись к калачикам, а удобно расположившись в кресле. Хотя мы и привыкли запоминать только плохое. А на хорошее редко обращаем внимание. На такие изменения невозможно не обратить внимание. Чистое, мне нравится, в принципе, мне все нравится. Вы знаете, я езжу каждый день на работу и с работы. Маршрут мне очень нравится. Автобусы очень нравятся, очень удобные. И водители очень приятные. Поэтому я очень рада, что эти автобусы поменяли вместо тех микроавтобусов, которые были ранее. Водители хорошие. Удобно ездить. Работу водителя маршрутки, конечно же, нельзя назвать спокойной и умиротворенной. Дорога – это стресс. А ведь ты отвечаешь не только за себя, но и за комфорт и безопасность всех пассажиров. А пассажиры попадаются разные. И нервные, и злые. Нередко бывают и пьяные. Поэтому не каждый выдержит. Самое сложное в работе водителя – это бывают всякие пассажиры. Я думаю, вот это сложно. Понимаете, если как бы пассажиры уважают водителя, а водители уважают пассажира, если есть какое-то у них, ну, скажем так, нормальное отношение друг к другу, то тогда нормально, все спокойно. В городе пробки тоже бы, как бы, мешают, естественно. Но я думаю, что вот сделают Ленина, сделают Невского, может быть, будет получше ездить. Текучки кадров транспортной компании практически нет. Все водители с большим опытом работы, а работать на новых автобусах – одно удовольствие. Знаете, я уже привык к этому. Я уже 13 лет в городе, вот, на посолевских перевозках, поэтому, как бы, нормально. Привычка. Ну, мне уже пора ехать. Время. Поехали. На сегодняшний день автопарк транспортной компании состоит из 70 автобусов. На них работает порядка 100 водителей. Иногда в интернете всплывает информация, что водители в компанию понабрали неизвестно откуда, якобы ездить они не умеют и даже регистрации у них нет. Однако все это – ложь. Транспортная компания зарегистрирована в Петрозаводске, и все водители – жители нашего города. Все водители у нас абсолютно до последнего человека, все официально трудоустроены, все налого и отчисления идут в бюджет города. Водитель, придя, который изъявил желание трудоустроиться к нам, он к нам приходит, мы проверяем его все документы, чтобы водительское удостоверение категории «Д» было, действующая медицинская справка. Потом у него с ним проводится работа водителя-наставника, показывается маршрут, они накатывают часы, смотрят все. Водитель, все, вопросов со всех служб к нему никаких, то допускается уже к работе на линию. Помимо своей основной работы, транспортная компания активно участвует в различных социальных акциях. Совсем недавно, перед началом байкерского сезона, на всех автобусах появилась наклейка «Водитель, подмигни мотоциклисту». Всем известны случаи, когда из-за неосторожности машины сталкивались с мотоциклом только из-за того, что при перестроении в другой ряд водителям автомобиля не был включен поворотник. В транспортной компании надеются, что благодаря этим наклейкам водители станут более внимательно относиться к байкерам, и жертв на дороге станет гораздо меньше. Также огромное внимание уделяется работе социально незащищенными слоями граждан. Мы всегда стараемся помогать различным фондам, детским фондам. Всегда идем им навстречу, материально помогаем, транспортом помогаем, на безвозмездной основе. Ветеранам тоже помогаем, транспортом, потому что все понимают, что денег ветеранов не столько много, насколько они могут себе позволить заказать автобус. А наше предприятие, в принципе, как в виде благотворительной деятельности, оказываем услуги. Транспортная компания и впредь планирует развиваться и улучшать качество предоставляемых услуг. Наше предприятие не собирается останавливаться на достигнутом. Будем дальше развиваться. И ближайшие изменения, которые увидят горожане нашего города, с 1 июня вводится дресс-код для водителей. Все водители будут в рубашках и в брюках. Уже будем уходить от этого в шортах, сланцах и футболках. Сегодня мы постарались приоткрыть завесу и рассказать вам о наших перевозчиках. Надеемся, что сумели ответить на интересующие вас вопросы. И теперь вы станете больше доверять общественному транспорту. Редактор субтитров А.Семкин